Доклад Александра Владимировича Бекалера, специфика внутренних школ Уши на примере традиционного тай-дзи. Благодарю. Прежде всего, поясню, почему, собственно говоря, и с какой был стадии сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая, делаю докладу Дэйзи. Дело в том, что как минимум с 1981 года я занимаюсь единоборствами и боевыми искусствами, в том числе с 1999 года Дэйзи. Есть вот такой, в 2013 году, изданный сборничью. Дэйзи Тадигун Куннэнну. Это переиздание, издание конца 2020-х годов. списка адептов школы Тайзи, Семьежной, Антянчаны. Данность в 50-й странице, открывать не буду. Я описан как один из представителей шестого поколения, передач официально. Так что, собственно говоря, говорить буду я об этом не голословно. Уже достаточно давно преподаю в Тайзи, в том числе я сейчас в Культурном центре, на улице Правда. А теперь перейдем к сути доклада. В процессе преподавания Тайзи и вообще в процессе занятий, общения с людьми, которые занимаются или имеют какое-то отношение к Тайзи, неоднократно пришло, приходилось касаться темы. Кстати, ее часто касается очень и по... В Китае тема специфики, так называемой Нэй Тя, есть ли она, в чем она состоит, вот этому, собственно, докладу посвящен. Итак, принято говорить о внешних школах в ИТА и внутренних школах в ИТА, и часто их называют в Дамбай. Есть два основных подхода к классификации. Есть люди, которые вообще отрицают, в принципе, классификацию, но таких мало. А в основном говорят о том, что есть внешние школы, есть внутренние школы, или гданские школы, таусские школы, которые относят Тайзи, Синичуань и Багваджан. Ну, если попытаться выделить эти два подхода. Первый, на них более распространенный подход, говорит о том, что, войдя, используется внешнюю скорость и сила, они в основном строятся на приоритет, на внешней форме Квайсин. Но, правда, критики этой теории говорят о том, что, ну, как же, вот, например, посмотрите на тот же самый Шауинчуань, где есть глубоко разработанный аспект Тигун. Ну, и возражаю, что, дескать, вот, внутренняя школа, на ИТА, основывается на использовании не столько силы, сколько усилия, так называемых, терп. И строится на основе внутренней работы, так называемого наиболее. Есть еще, правда, и другой подход, вот это вы его озвучили, например, Майо Элиан, известный мастер, говорил о том, что во внутренних школах обучали людей только из семьи, крайне редко брали учеников, поэтому, как бы, то, что не выходило, поскольку это не выходило вовне, или практически не выходило вовне, то, поскольку это, вот, были внутренние школы. Ну, собственно говоря, тогда возникает вопрос, а почему, собственно, откуда эта массовость? Нам необходимо для того, чтобы понять, что это продаде, нам необходимо ответить на, по крайней мере, две вещи прояснить. Первое, это является ли, что такое тайзи? Во глазах огромного количества людей, это такое, ямшан, такая китайская оздоровительная гимнастика, очень полезная для здоровья, которой массово народ всегда занимался. Во-первых, никто массово в Китае традиционно тайзи не занимался. Откуда, собственно, это появилось? Ни для кого не секрет, что ко второй половине XIX века, по крайней мере, к окончанию XIX века, Китай в мире, иначе как мировым больным, не называли. Это касалось всех общественных жизней, включая и здоровье нации. Благодаря усилиям английского капитала, английского правительства, прежде всего, и других господ империалистов, Китай посадил их, так называемая, хантя. Пособников Китай посадили в известном мире на опиумную иглу, и необходимо было китайскому правительству после 1949 года что-то предпринимать для оздоровления нации. Был пример Советского Союза, который активно использовался во многих отраслях, в том числе и в сфере культуры и спорта. Не всем, кстати, известно, что некоторые из форм тайзи, вот такие массовые, они разрабатывались при участии специалистов, советских специалистов. Ну, естественно, на основе базовых китайских источников. И отсюда появилась, собственно, вот эта массовость тайзи, но отсюда же появилась, как всегда, вместе с массовостью приходит профанация. Второе, что нам нужно понять, является ли тайзи боевой системой, и вообще спорта-то или нет, потому что очень много рассуждений на тему того, что тайзи это либо, это называют, балетом таким, который не имеет никакого отношения к воинскому искусству, либо это гимнастика для старичков. Есть еще люди, которые уверяют, что этим занимались придворные, поскольку они были изнежены и не могли заниматься активной физической культурой, то вот они занимались таким медленным тайзи. Ну, это полная хинея, потому что занимались люди из дворцовой охраны. Предположить, что люди из дворцовой охраны были изнеженными сиборитами, ну, это, наверное, очень некорректно. У того же мастера Букунаня дед был одним из высокопоставленных офицеров ближайней охраны императора. Что касается критики тайзи, что, действительно, это не боевое искусство, его эффективность очень низкая. Дело в том, что боевое искусство и спортивное единоборство – это не идентичные вещи. Боевое искусство – это ресталище, это достижение победы в схватке на основании определенных четко установленных правил. А вот боевое искусство, реальный рукопашный бой – это искусство выживания в бою наименьшими ресурсами и добиться в кратчайшее время наибольшего эффекта. Являлась ли тайзи таким боевым искусством? Является ли сейчас? Ну, это сложный разговор, но изначально, да, безусловно, являлась. Это, я могу сказать, на основе того, что на основе своего опыта, а у меня опыт, начиная с военной службы, и продолжая занятия различными видами и нагорств, и карате, и боевым самбо, и так далее. В чем же специфика нейтя и, в частности, тайзи? Ну, обычно говорят про нейгун. На это я сейчас этого касаться не буду. Почему? Потому что очень много на эту тему спекуляций. Очень много людей, которые поверхностно изучили все это, любят рассуждать на таинственном ци, либо полностью отрицать все это. То есть две крайности, которые вытекают из элементарного невежества. И элементарного отсутствия базовых знаний и умений. Давайте посмотрим на то, как проявляется это внешне. А проявляется это примерно так, что в боевых системах рукопашного боя практически везде используется инерция собственного тела. Будь то броски, выталкивания, и особенно ударная техника, которая используется во всех боевых системах обязательно. в том же самом, например, в джидо. А нужно помнить, что джидо не просто так было принято в Японии как обязательная дисциплина для всех школ, для всего школьного образования. Это было сделано для подготовки нации к ведению войны. Так вот, джидо тоже на высших уровнях обязательно изучает раздел Аттеми, удары. Тайдзи тоже прежде всего построен на ударной технике, но при этом в основе этой ударной техники внешняя инерция, инерция собственного тела практически не лежит или лежит в малой степени. В свое время, как общаясь на эту тему, меня натолкнул разговор с моим старым другом, который является мастером боевых искусств. И вот в Бикини он преподавал различные искусства, в том числе Айки Будо и бокс. И он мне как-то сказал, что я понял, что базовый принцип ударной техники это работа по площадям, вот как из миномета. Если вы можете обратить внимание, что в левом верхнем углу находится молот, которым проламывают стену, а в нижнем шило или заточка в руке у пучевая нога. Почему? Здесь как бы противоставляются два подхода. Когда мой приятель сказал мне вот это, об этой работе по площадям, я сразу вспомнил один из базовых принципов Тайдзи. То есть, что он мне сказал? Он мне сказал, по сути, да, мер, бить по площадям. А в Тайдзи есть один из базовых принципов, да, дер, у да, мер. Бить в точку, а не в плоскость. Почему, собственно говоря, так происходит? Потому что при разгоне конечностей мы обязательно, плюс в сочетании с движением противника, мы обязательно имеем разброс. Мы обязательно имеем разброс в точке поражения. в Тайдзи в Тайдзи в Тайдзи не используют внешнюю внешнюю скорость, внешнюю кинематику. Тайдзи это скорее вот как, если взять, допустим, вот провод, да, если этот провод скрутить и им холестать, как нутон, это будет внешняя школа. А если к этому проводу подключить электричество и ткнуть просто, закоротить человека, то вот это будет Тайдзи. Но надо понимать, что для того, чтобы это работало, необходим тот самый наиболее. Тот самый тон. Вот. К чему мы приходим в итоге? Получается, что Тайдзи является, и я нигде этого не встречал, собственно говоря, этот вывод является, обладает научной новизной. Тот вывод, к которому я пришел, что Тайдзи является безинерционной или малоинерционной боевой системой. То есть системой, которая, используя ударную технику для нейтрализации противника, практически не использует внешнюю кинематику. Очень мало или почти не использует внешнюю скорость. Не использует инерцию собственного тела. Вот, собственно, смысл, основной смысл моего доклада. Замечательно четко.